Водительство 30.2 Доклад об этом был засчитан в Одессе на HPE, в Украине. Первый раз был засчитан в Одессе на HPE и тоже был засчитан в Рост Читал, поэтому на этом еще раз засчитаю. Доклад больше, наверное, не как найти писать, а вообще как писать. потому что вопросы о архитектуре, они зачастую не сильно связаны с трейбортом, потому что когда вы решаете что-то писать, то вне зависимости от того, какую плуду, вы берете, скорее всего, у вас получится то, что вы умеете. Нельзя зайти мне на какую плуду, написать какую-то течень, что дальше должно быть. Сейчас все будет хорошо, потому что я дал плуду А и МВС, и я рекламирую. Поэтому большинство сегодняшних тем, на самом деле, достойны для больших закладов, и вроде как можно было бы переставить оборочий дом, но, конечно, закладывать что-то в силу, даже если я буду уже через каждое слое. Поэтому на сегодня мы делаем первые решения. Узнать большие возможности технику, научиться, в принципе, разобрать структуру проекта так, чтобы с ним можно было работать, и распадать ошибки, и научиться эти ошибки избирать. А, еще одна хорошее решение технических задач? Блин, нет, мне без микрофона лучше. Найти для себя что-то новое и полезное. Ну и в целом поговорим о PHP для начала. PHP развивается. Как мы уже узнали, появился и нуль-коалес оператор, и спейсшип операторы, и групповые юзы, и анонимные классы, и return time declaration. Вообще радует меня то, что в PHP очень круто идут дела сейчас вверх, и во многом это благодаря сообществу, которое тушит эти изменения, толкает тех людей, которые могут эти изменения вносить, эти изменения, собственно, придумывать и вносить. Но, к сожалению, проблемы остаются от них те же. Рост количества кода совершенно никак не коррелирует с ростом качества кода. То есть от того, что мы начнем писать много, мы не станем писать хорошо. То есть нет, если мы пишем много, мы, наверное, когда-то станем писать хорошо, но не всегда, если мы видим много кода где-то появившегося, мы увидим хороший код. Ну и, в общем, код постоянно меняется, потому что бизнес постоянно выдвигает какие-то новые требования. И мы имеем спагетти-код, который даже вот сейчас он хороший, а через год поддержки там что-то добавилось, там добавилось, и в конце концов код становится, ну, короче, спагетти и какашкой. Вот. Все... Ну, есть одна такая цитата, сказал ее Дэвид Виллер, что все проблемы программирования, на самом деле, можно решить дополнительным условием абстракции, кроме проблемы из выручной абстракции. И это, в общем-то, одна из цитат, которая движет разработкой у меня, и в команде Е2 мы стараемся не переусложнять код, мы стараемся не ломать обратную совместимость там, где ее можно не ломать, то есть лучше оставить там два пути делания чего-то, но не заставлять людей переписывать свой проект просто потому, что они хотят вязать новые хитчи, а мы такие хорошие, и делали что-то лучше, но все старое поломали. Но правда в том, что серебряная пуля так не найдена, поэтому продолжаем выпускать релизы, брейкварт, пикникам по эти получения. Но мы, в общем-то, в идеальном мире все стремимся писать хорошо читабельный и легко поддерживаемый код, ну, потому что никому не хочется работать с чем-то стремным. Стараемся использовать актуальные технологии, потому что динозавры умерли, и, короче, мы тоже рискуем, если не будем. И вообще мы стараемся получать довольствие от работы, потому что приходить на работу и думать, блин, это еще 8 часов ходить в какой-то трешак, ну, как бы никому не хочется. Мы вообще любим работать с хорошим инструментом, и когда этот инструмент попадает нам в руки, мы очень рады, мы сразу берем и мы пользуемся, зачастую даже документацию не читаем, что там читать, но вообще надо уметь. Потому что возникает ситуация, когда ты берешь офигенный инструмент, вот такой вот супер крутой микроскоп, там супер навороченные деньги, не знаю, еще компьютер внутри стоит, и берешь такие офигенные оцинкованные гвозди, начинаешь этим микроскопом фигачки гвозди стены, а потом приходишь на форум и жалуешься, блин, ну, чуваки, ну что за микроскоп, руки от него болят целый день гвоздем забивать, блин, микроскоп весь исколок, работает плохо, что вы вообще сделали? Поэтому, как бы, такой крутой инструмент вы не взяли бы, все равно нужно этим инструментом учиться работать и постоянно искать, ну, как бы, искать хорошие решения, которые помогают этим инструментом пользоваться правильно, а не так, как придумалось на первый взгляд. Потому что не все решения, которые приходят правильными, являются. И поговорим мы сегодня о E-фреймворке. Первое, что вспоминают люди, когда начинают говорить о каких-то фреймворках, что какой-то фреймворк — это MBC-фреймворк. Ну, и два, собственно, это тоже MBC-фреймворк. И если обратиться вообще к идее MBC, что такое MBC, то это, все любят говорить, у нас MBC-фреймворк, MBC-проект — это X-контроллер, который обрабатывает запросы и отваливает ответы. Модель вот эта вот M, которая в MBC, в E не только — это класс, который описывает структуру таблицы. То есть вы отправите документацию, и там будет описано типом модели. Это классы, в которых вы описываете структуру таблицы, там правила валидации, еще что-то. И по MBC бизнес-логика относится к моделям. Какой мы делаем вывод? Ну, то есть вывод прямолинейный. Какой мы называем модели? Но сегодня мы будем снимать серию разрушителей легенд о том, что на таком MBC далеко не уедешь, потому что в конце концов получаются нереально раздутые модели. Вся бизнес-логика плавно размазана по приложению. А если помнить о том, что наше приложение, наше бизнес-логика приложения обычно самое грязное место, его называют какашкой приложения, то получается у нас все приложение — это большая какашка. Появляется дальше копипаста, потому что откуда-то приходится чуть-чуть какашку в другую сторону закопипастить, а потом... Да, да, и... И потом это все очень сложно тестировать, ну, если вообще возможно. Ну, и, короче, да, приходишь, потом... А еще это трогать опасно, и жить с этим больно. Поэтому давайте разберемся, как делать так, чтобы жить было приятно и не больно. Модели во фейнбарке — это такие... структуры данных, которые можете вставлять таблицы и их связи. То есть, если мы пользуемся K-проектов моделями, то у нас модель описывает структуру таблицы в базе данных, связи описаны ключами, ну и, в общем-то, правила валидации по минимуму. Моделями у нас могут описываться формы. Об этом мы еще вернемся чуть позже как-то модели формы. И запросы даже API. Вот до этого не у многих доходит, но если вы делаете API, возможно запрос API удобно укладывать в отдельную модель этого запроса. Поговорим еще. Они содержат сценарии и правила валидации, и модели во фрейнбарке не должны содержать бизнес-логики. Почему вы уже разобрались? Потому что дальше начинается крипастор. Модели в MVC. Ну, вообще вся эта концепция модели. Это не один класс, это называется доменный слой. Он содержит всю бизнес-логику. К нему относятся модели вот этих вот таблиц, формы запросов API. И после того, как мы разобрали, что такое модель во фрейнбарке и модель в MVC, возникает вопрос, куда нужно надевать бизнес-логику. Ну и поехали варианты. Модели, таблиц или формы. Накладываем бизнес-логику. На результате тестировать сложно, потому что мы не можем тестировать бизнес-логику в изоляции, нужна какая-то модель, поэтому не особый вариант. Контроллеры. Контроллеры и… Ну, тоже не очень. Есть вот две концепции, которые друг с другом всегда воюют. Это толстая модель, тонкий контроллер и наоборот. Тонкий контроллер, толстая модель. Или я тоже самое сказал? Да. Вот. Ну, то есть что-то из этих двух получается толстое. Тоже неудобно. Размазывает тонким слоем по всему коду. Ну, короче, определенная каста любит такое делать, но мы стараемся такого избегать. Отдельные классы с статистическими методами. Вообще статические методы… Классы статических методов, они называются хелперами, и они решают какую-то абсолютно выделенную задачу, типа, зарендерить какой-то HTML-тех. Но, по сути, если вы пишете классы с статическими методами, признавайтесь в себе в том, что вы пишете функциональщину, а не UP, и просто скрываете это под маской UP. Ну, поэтому если вы делаете классы с статическими методами, которые содержат бизнес-логики, то, скорее всего, вы делаете что-то не то, не самая лучшая идея. Ну, и остается, вообщем, это единственный вариант – отдельные классы. Как вообще вынуждены отдельные классы бизнес-логики, и какие преимущества они нам дают? Они нам дают строгую слону ответственности, то есть, каждый какой-то отдельный класс бизнес-логики отвечает за какую-то абсолютно атомарную отдельную задачу. Вот так складывается вся ваша грязь, все ваши некрасивые ифы, сравнение каких-то строк волшебных. Внедрение зависимости там же происходит, и интерфейсное взаимодействие. То есть, между вот этими моделями бизнес-логики вы взаимодействуете, между классами бизнес-логики вы взаимодействуете в идеале по интерфейсам. Об этом тоже еще немного позже поговорим. Тогда, в общем-то, всю классику бизнес-логику, и как ее называть? Вообще, при разработке не бойтесь создавать какие-то свои директории по странствам и нам, потому что очень часто вижу ситуацию, когда есть проект, ну, вот, у E есть темплейт. И бейтик-темплейт, и advanced-темплейт. Люди берут этот темплейт, вот там есть структура директорий, и они за эту структуру не выходят, потому что, ну, потому что, не задумываются над тем, что, если выйти за эту структуру директорий, скорее всего, можно получить что-то более удобное. То есть, если у вас напрашивается выделение какой-то группы классов в отдельную директорию, ну, выкурите их в модели или еще куда-то, создайте отдельную директорию, создайте name-space, это лодинг работает, никаких проблем это не будет. Ну, и называйте классы по сути действия. Ну, например, там, сущность действий. Давайте пример сделаем. Будем удалять пользователей. Весело. Создаем класс гиднослойки, который называется Client Delicter. О, слушайте, тут даже видно что-то. Класс гиднослойки Client Delicter отличается абсолютно за конкретную вещь. Он умеет удалять легенду. У нас есть конструктор, с помощью внедрения живительности мы, ну, или внедрения живительности, или вы сами создаваете документы, не важно это делать, передаете клиента, которого хотите удалять, компоненты к search checker, который будет проверять, можно ли его удалять, и более. Дальше у вас есть executive, в котором можно клиент делить вот этого клиента. Ну, и, соответственно, если не взгляд, будет exception, если можно, поехали дальше. Сначала мы выберем все кошельки клиента, то зададим для каждого этого кошелька эдемпиар-класса бюлокинг, заблокируем этот кошелек, и после того, что все кошельки были заблокированы, мы зададим клиента, ну, и вызовем какой-то автор-бюлит, например, запишем блог, и отправим клиенту послать, чтобы нам было хорошо, поэтому, интересно, наверное. В чем преимущество таких классов бюлокинг? Во-первых, вы получаете, ну, как вы уже говорили, реальное место в котором собрано все ваши условия, все ваши их, во-вторых, их можно протестировать, в-третьих, их можно наследовать. То есть, если у вас, например, поведение изменится для админки, ну, например, CliveDeleteer на фронтенде будет выглядеть так, а в админке, ну, если вы зашли в админке, грохнули кого-то пользователя, ну, зачем вы отправляете письмо о том, что вы, извините, нам жаль, что вы уходите, да? Ну, еще не жаль, мы вас сами заубилили, мы можем переобъединить AfterDeleteer и вытянуть оттуда отправку письма. Вот, кстати, CliveMade — это тоже отдельный какой-то класс, который умеет отправлять конструктор, там, вот, сэн-пай ему говоришь, он там куда-то еще создаст класс, который умеет, точнее, объект, класс, который умеет отправлять письма до свидания, и там, из шаблона их выбирать рендеринг, ну, то есть там уже, куда у вас фантазия доведет, туда уже и пойдет дело. Но, в целом, вот эти вот классы получаются довольно компактными, если вы не делаете какой-то очень стремной операции, и дальше контроллеры получаются компактные. Если у вас есть какой-то action-derift ID-шника, вы говорите, клиент, садись, ну, и потом создаете этот класс, объект этого класса, запускаете все, и в этом рендере страницу лутбайта. То есть у вас контроллеры почти пустые получаются, они не отвечают особо ни за что, кроме как за рендер. Потому что если вы не делаете это, то у вас тут пошли тифы, то есть, ну, короче, складывание без входа в action. Если у вас тут не положено рендеринг, значит, можно модель, значит, модель, что делать, то лучше. Где-то этот грязный код будет, а модель, если он насыщен грязным кодом, особенно если она корневая, ну, типа юзера, и этот юзер у вас через всю систему выпускается, модель разрастается в тысячи строк, потом с этой моделью сложно что-то сделать. и если вы хотите получить действительно удобную работу с такими правилами бизнес-логики, в принципе, хороший путь. Ну, мы уже сказали, что мы на выходе, получаем тонкий контроль на тонкую модель, тестируем его взгляд приклад логики, готовность к подходному использованию, то есть, наследование и переопределение. И посмотрим дальше на схему приложения. Сейчас, секунду, я привозь. Можно попросить? Воды стаканка. Воды стаканка. Спасибо. Вот эта вот схемка нарисована в документации GIF. Она, в общем-то, показывает то, как построено приложение, что есть entry script, он выпускает application, application подгружает модули, модуль может содержать модули, в нем есть контроллеры, контроллером прикладываются фильтры, контроллеры умеют обращаться к моделям, вьюки умеют грандить виджеты и подключать asset-банду. Ну, и, в общем, MVC вот это вот само по себе особо толку не несет, если, ну, как бы, эта концепция, которую нельзя просто взять вот так вот написать с правильного места и useIT. она имеет смысл и удобство использования, когда она обернута какими-то, ну, дополнительными концепциями, которые обещают ее использовать. Это dependency injection. Это сервис-локаторы, компоненты. Модули, фильтры, виджеты, helper, ассеты. то есть комплексно, комплексно, комплексно обернутые MVC действительно имеют удобное применение. Ну, и давайте еще пару слов о моделях, что если у вас есть динамо-тиклы, ну, типа, в базе данных есть какое-то поле, типа динамо, и у вас там state enabled и disabled, не пишите строки, оставляйте у вас в модели константы, потому что потом кто-то опечатается в этой строке, и потом поедет ошибка просто опечатки, и оно вам не надо. Делайте константы, они самодекларативные, они гораздо по себе, чем строки. В моделях мы не работаем с get и post, потому что модели сами себе данные ниоткуда не получают, им их скармливают контроллеры или тех, кто имеет право их создавать, их это модели. Соответственно, в модели мы не генерируем html, потому что это работа исключительно для слоя представления, то есть для view. Сценарии точно так же описываем в константах, потому что если моделька это очень большая, вы ее открываете, там есть еще куча правил валидации, и вы пытаетесь вот подумать, ну как же, что мне с этой моделью делать. Если у вас есть сверху печень констант, то у вас есть приблизительное представление того, что можно с этой моделью делать. Вообще есть интересное наблюдение, что если модель очень сильно возрастает, в ней появляется много сценариев и правил валидации, то что-то не то. В идеале держать в модели несколько сценариев валидации банальных там, креетов, но иметь некоторые модели, которые будут реализовывать какие-то более конкретные операции. Вам нужно, например, изменять пароль, делайте модель password changer модуль и вызывайте уже ее непосредственно, создавайте модель юзер, не оперируйте ее. Возможно, если у вас проект небольшой, возможно, это излишне, возможно, это занимать будет больше времени, но если планируется рост, то это единственный нормальный способ для того, чтобы сохранить ваш проект в незагаженном виде. При необходимости переопределяем load модели, потому что на стороне, если вы модель загружаетесь на одном раз, особенно если она специфическая какая-то, то не бойтесь переопределить load, не нужно огородить кучу ифов для преобразования данных на стороне контроллера. Пускай лучше вы скормите пост, как он вам приехал, просто в load модели, а load модель уже будет знать, как этот пост раскидать по потребутам модели. Ну и, в общем-то, то, что я говорил в прошлом докладе, не создавайте модели, если они реально вмешаются. Если вам нужно загинять какие-то отчеты и обработать десятки тысяч записей в базе данных, то лучше написать плейный скейльдопорт, получить массив и этот массив каким-то отдельным классом обработать, зачем создавать кучу моделей, непонятно зачем, и, короче, есть кучу памяти, а времени выполнения и не получить равным счетом от этого ничего. Ну и, как я уже говорил, не раздуваем модели, потому что с раздустными моделями работать очень-очень неприятно. Еще одна очень классная штука, которая поддерживается крайне маркетином, и, в общем, при их крайне маркетинге тоже есть, что в другом выглядит, это переопределение NFT query. Для чего это делается? Вы можете, в принципе, брать в каждом месте среди выхода клиента записать к запросу NVR Disabled 0, ну и будет тот же эффект. Но гораздо выратительнее писать типа Client File Active All. и вы видите, что Active сразу подбросит необходимые преддишины, вы получите чистое описание этого запроса в вашем контроллере, и, если необходимо, вы будете исправить это условие, что же является клиентом, потому что не нужно будет идти по всему коду переписывать эти условия, а еще идет, что забудете и потеряете. Вы идете в Client Query ваш, переопределяете, заменяете это объявление и получаете во всем проекте данное произведение. Точнее, также можно делать вывод, например, если вам нужна TopCountries по клиентам, делаете метод TopCountries, пускаем сразу все селекты, groupby не кидая себе, может даже сделать all и получите на выходе массив. То есть, помогает выносить логику, которая касается непосредственно сбора данных в слой моделей и слоя контроллеров и чего-либо другого. Ну и, если клиент для того чтобы заработала, метод Client переопределяем, отдаем объект вклад в Client Peric, который вам уже написали. Насчет хитрых связей, если у вас есть какая-то модель, у нее есть связь с чем-то другим и вам снова-таки нужно к этой связи обращаться, например, получить список кошельков. Каждый клиент имеет много кошельков, но вам нужно показывать где-то только активные. Делайте сразу где-то Active Process и вам не нужно будет модифицировать запрос на месте. Вы, если снова-таки захотите изменить в плане того, что является Active, но вы вот возьмете и смените это деньги, вам добавить более. В принципе, с моделями практически все. К вьюхам поехали. Вьюхи у нас для HTML, ну, в общем, для лоялт, зачастую для HTML. В них минимум логики, то есть, вы в вьюхах не пишите каких-то выносящих ифов, если вам нужны какие-то хитрые условия, описывайте их в моделях, формах, где угодно, но не выносите их в вьюхи, потому что вьюхи не должны ничего особо решать. Они могут спросить модул KenShow чего-то там, или из Active чего-то там, но не нужно пытаться это сделать на стороне вьюхов, потому что сейчас в одной вьюхе нужно будет потом то же самое копипастить в другую, в одной и ставите. Короче, это ставит вероятность регрессии после того, что вы наделали копипасту и раскопипастили одну по самому коду. Из вьюх, конечно же, не делаются запросы в вводу данных. У нас, кстати, буквально пару дней назад был интересный ishyu в репозитории E2 на GitHub. Чувак пишет, типа, ребята, я переопределил helper A, который эти ссылки имелирует, и, типа, показывает листинг кода. Типа, public static function A, user find. Ну, я посмотрел, как бы, окей, конечно, мы ответили на вопрос, который у него там был, типа, почему findl что-то там не приджойнивает, но, как бы, люди привыкли использовать, идти самым простым путем. То есть, это нормально, что, если у нас есть прямая дорога, мы по ней пройдем. Мы не будем искать какого-то особо хитрого пути, но нужно думать о том, что нам будет стоить проход по этой дороге в будущем. Ну, возможно, по этой дороге нельзя ходить, потому что сейчас будет бабка и очень палки тебе будет. Вот. Соответственно, они не запрашивают и не изменяют никакие данные, они получают данные только от контроллера, который им нужно зарендерить. если у вас получается какая-то очень большая бьюха и приблизительно вы видите, что у вас уже там пять-десять отступов пошло и весь, ну, там, на каком-то уровне бьюхи для того, чтобы посмотреть, как вам нужно уже горизонтальным скроллом пользоваться, то что-то не так, разделяйте большие бьюхи на части, а если у вас есть сложный HTML, который содержит логику, обращение к логике, еще лучше оформлять виджеты и делать выводы виджетов так, ну, просто спокойно не работает. На счет контроллеров проекшенов. Они, в первую очередь, созданы для того, чтобы обрабатывать действия, поэтому они умеют создавать и выполнять модели, они не генерируют HTML, они могут вызвать рендеринг вьюх, в них не должно содержаться никого голого SQL, то есть, если вы хотите в контроллере какой-то специфический запрос реализовать, реализовывайте его на стороне вашего Client Query класса, я это показывал, но не делайте это в контроллерах. Они не содержат бизнес-логику, они ее могут вызывать, то есть, создавать объекты бизнес-логики и вызывать ее. Ну и, в общем-то, это все, что можно про контроллеры actions сказать. А, есть еще такая штука хитрая, переиспользуемый action называется. Выглядит это так, что вы в вашем контроллере пишете public function actions и перечисляете actions, которые доступны в этом контроллере. Например, error actions, class и web error actions. Ну, вроде как штука прикольная, потому что это унификация классная для кудатных действий, error actions отличный пример. Это позволяет вносить action в отдельно стоящие классы и дальше их декларативно описывать, конфигурировать. Такие отдельно стоящие экшены легче тестировать, но у них есть обратный, просто негативный фактор того, что их очень сложно наденить локально. То есть, если вам нужно всегда вот такое поведение, а вот тут локально другое, вам придется исправить общий экшен, дописать какой-то прокурси, чтобы он какой-то callback принимал или, ну, в общем, как-то его модифицировать для того, чтобы это работало. И если этот экшен в конце концов получает большое количество разнообразных поведений, его нужно или разделять на разные экшены, или, ну, как бы вообще дропать и писать онлайн. Ну, экшены, как обычно они пишутся, потому что потом поддерживать его очень-очень сложно в конце концов. Насчет компонентов. Компоненты они регистрируются в конфигурации приложения и являются, в принципе, частью экосистемы Dependency Injection во фреймворке. Доступ к нему заключается через eApplicationComponentName. И их особенность в том, что один класс может быть переставлен множеством компонентов. Например, если у вас есть к базе данных, ну, у вас несколько баз данных. Баз данных один, два, вы можете использовать один и тот же объект Connection, просто датировать его как компонент два раза под разные названия, под разными компонентами и не обращаться к разным базам данных. Соответственно, компоненты — это решение проблемы single-ton, ну, и вообще Dependency Injection — решение проблемы single-ton. Поэтому, если у вас рука дергается писать single-ton, то сразу он, вся по руке, и компонент писать. Много встроенных компонентов. Есть VE, еще больший выбор компонентов — есть open-source, ну, и, собственно, самое главное — преимущество компонентов — почему они лучше, чем их отсутствие, потому что их можно переопределять и дополнять, даже стандартные, найденные open-source где угодно, у локального проекта из Extenders. Ну, как бы это уже другой вопрос, как это сделать правильно, чтобы при очередном релизе у вас не сломалось все из-за половной обратной совместимости, но возможность такая есть, и пользуются все рады и очень классно. Насчет встроенных компонентов. VE встроенные компоненты в принципе помогают нам работать с какими-то базовыми вещами на уровне классов и на уровне фреймворка, а не опускаться на корневые функции PHP. Например, есть компоненты request, задает запросы от клиента response, вставляет ответы session для хранилища сессий данных, URL-менеджер для parsing генераций ссылок, dtb, для работы с базой данных, форматер, который помогает форматировать всякие даты, времени, время, величины. iintm интернационализация, если вы хотите делать благоязычное приложение, если об этом еще поговорим, очень классная незаменимая штука. в каких разных категорий, например, логик, которые касаются ошибок бизнес-логики, вы отправляете на один email, логик, которые касаются обращения на неправильные URL-ы, вы складываете в базу данных, кто вам интересно, смотрите на URL-ы больше всего на неправильные обращаются, понять, откуда это произошло, то ли это неправильная ссылка запущена, то ли написание URL-ы придумывают, то ли это вообще правда подходит, проверяет, и у вас URL-ы есть. Поэтому компоненты классная штука, если не пользовались, не дошло дело до разбора того, как они на самом деле работают, очень советую попробовать понять, потому что, ну как бы, надо. Видите, красивое приложение, надо компоненты. Поэтому, в общем, правило, когда нужно писать компонент, когда конфигурировать его можно на уровне приложения, то есть, конфигурация этого компонента единая для всего приложения, ну, отлично, например, базу данных вы записали, ваш логин-пароль от базы данных один раз в конфиде, ну и все, и у вас получился такой себе символ-тон, но не символ-тон. Если его можно инициализировать один раз на все приложения, ну, я уже говорил, если хочется написать в лунток. Насчет калперов. Это как раз те классы с статистическими методами, которые вроде как и функциональщина, но, тем не менее. В общем, да, это замена функций и группировка этих функций в какой-то контекст. То есть, мы можем писать как бы и функции, но если у нас будет глобальная область видимости функции типа a, img, ну, почему они нам? А тут хорошо, html, helper, img. Все понятно, к чему это к img относится. Ну и, собственно, хелперы в виде классно-статистическими методами полезных, так как она не нужна конфигурация на уровне приложения. То есть, они сами самодостаточные, зачастую используются для преобразования данных и очень легко перекликаются исследованиями. Есть тоже множество встроенных хелперов, к которым относятся string helper, array helper, html, json и другие. Ну, в общем, понятно просто по названию, само название этого хелпера самодекларативно и понятно, что происходит. Виджеты, про которые я говорил, это, по сути, такие вьюки, которые держат логику и написаны в объектно-ориентированном стиле. Главная цель – это борьба с копипастой и во вьюках. Классная штука для того, чтобы выносить повторно используемые элементы, например, какие-то кнопочки, которые генерируют условиями таблицы, можно даже отдельные компоненты вверх, какие-то выносить, например, группы фильтров, виджеты, если у вас есть модель, в эту модель скормили виджет фильтацией, все, фильтр там знает, какие параметры можно фильтровать, и он нарисовал. И, в общем-то, виджеты приятно тестировать, потому что, ну, потому что они имеют single responsibility. Behavior – тот вопрос, который сегодня задавали. По сути, это такие себе миксины, миксины были в Ruby использованы, и в behavior приехали, как миксины из Ruby в мир PHP. По сути, они добавляют к классу свойства и метода динамические для любез изменения класса. Например, если у нас есть какой-то класс модели, мы объявляем в нем в паблине. Мы объявляем класс Blameable Behavior и говорим, что, если мы создаем модель, то заполни, пожалуйста, поле автора ID ID-шником текущего диндера, а если мы update-им, заполни update ID. То есть, что это вообще такое? Это возможность нам добавлять какую-то логику к нашим приложениям, контролерам или моделям, не изменяя, непосредственно, код модели. И преимущество в том, что они не не должны совершать бизнес-логики. То есть, если вы хотите какую-то бизнес-логику еще добавить с behavior, то вызывайте из behavior бизнес-логику, но вообще лучше этого не делать. Насчет того, где они пригодятся. Пригодятся они зачастую. При преобразовании или дополнении данных в моделях, например, вам нужно перед сохранением модели конвертировать IPv6 адрес в бинарное составление, потому что базе данных вы в другом сохранить его не можете. То есть, вы делаете какой-то behavior, который перед сохранением возьмет ваш IPv6, сконвертирует в бинар и потом сохранит базу данных. Или для проверки прав доступа при выполнении действия. Это сделано, например, как behavior фильтр в контроллерах. Вы объявляете фильтр, например, access control и описываете каким методом он должен применяться, какие проверки прав доступа у вас есть. Тоже описано в документации и в которых описание и автоматизация логирования, кстати, один из интересных способов применения behavior. Если вы пишете behavior, который подключается к модели или тратике логи, логи, есть уже на GitHub даже несколько штук, вы получаете просто бесплатно практически ничего не делая логирование всех изменений, потому что behavior перед сохранением пойдет запишет в отдельную таблицу какие данные были в модели до изменений и после изменений. Конечно, это вам не сильно поможет, если операция состоит из множества апдейтов, но отличное решение если вам ничего сложного нет. Но его можно наращивать идею и продолжать и разрабатывать какую-то более общую концепцию. behavior и траты. Холивар жесткий, но преимущество behavior в том, что они дают статистическое динамическое прицепление, то есть можно даже к работающему созданному классу прицепить новый behavior, но в этом есть и, соответственно, опасность, потому что может неожиданно измениться поведение по классам. Соответственно, behavior можно наследовать, можно настраивать их в поведении, но и так как они являются тоже отдельно стоящими, их можно протектировать. Недостатки behavior, это, конечно, то, что они медленнее, чем траты, на PHP, потому что не внутри PHP, а на PHP, и не будет подсветки VDE, если вы не напишите PHP-доки к тем классам, в которых вы ожидаете использовать behavior. В общем-то, как behavior это все, пойдем к модулям. Модули это такие части приложения, которые определяют, которые объединяют и группируют ваши контроллеры модели по какому-то принципу. Есть у вас какая-то группа контроллеров модели EPUG, связанная с корзиной приложения. Вам достаточно выгодно открыть модуль карт, который может быть подключен или отключен к вашему приложению. Его можно конфигурировать на уровне приложения и, соответственно, получать из этого профиты, потому что он отдельно стоящий и он не тягачает цельное приложение. Вы можете его не тестировать, если вы сделали его отдельным модулем, вы запускаете свое приложение, тестируете свое приложение, а корзина прокатировать сюда отдельно. Но тут такая есть особенность, что в модулях изоляция достигается очень сложным способом, потому что по сути делать модуль, который будет абсолютно изолирован всего, довольно сложно, все равно есть какие-то связи. И доклад будет в Киеве 24 сентября про Dependency Injection, там будет более подробно об этом рассказано. Короче, идея в том, что если в вашей системе есть какие-то компоненты, то есть допустим модули, между ними есть связи. То, что в модулях есть связи, ну это как бы нормально, от них никуда не деться. Если не будет никаких связей, значит приложение не будет ничего делать. Если мы избавимся от всех связей, у нас будет бесполезное приложение. Но связи между модулями это сложная вещь, которую сложно выносить в абстракцию и в общем реально потратить на эту кучу времени и получить результат не всегда получается. Ну к сожалению. Потому что модуль, который имеет очень большую ответственность и завязан с разными частями приложения, очень сложно отделить его так, чтобы приложение могло работать полностью без этого модуля. Airbug. Сейчас, секунду. И Тяна. Тяна. Тяна, Тяна. Можно спросить интелляцию? Тучит жарко. Капец. Airbug. Про Airbug есть несколько важных вещей, что несмотря на то, что Airbug роль-based access control, если вы хотите пользоваться Airbug, проверяйте не роли, а пермишные. Потому что если вы изначально запишите свое приложение так, что будем проверять роли, типа юзер админ, или нет, в какой-то момент появится особенность, что вы проверяете админ или не админ, но админ хотят забрать какое-то право, а другой в группе это право официально предоставить. Получается, вы проверяете, админ может что-то делать или не может, админ а на самом деле нужно не только админу, но и кому-то другому. Лучше проверять кирпичин, если вы хотите проверить, может ли клиент удалить какую-то какую-то оптеку, если вы спрашиваете, кирпичин и получает отозначенный ответ уже в нерависимости от того, какой роли принадлежит текущий клиент, если вы смотрите на кирпичины. Ну и в общем, специализация правдослуба это такая штука, которую сейчас говорят U.A. не понадобится, вам, скорее всего, это не понадобится. Не заморачивайтесь очень близко, но с описанием достаточно детализированных правдослубов, потому что зачастую 4-х правдослуба креек, от их на какую-то категорию достаточно, если у вас, конечно, нет технического задания, можно определить какие-то вы сможете это сделать позже, но не потратите на это тогда, когда нужно делать что-то рабочее. пользоваться числом это контроль, то есть если вы можете проверить что-то еще до того, можно ли это запуститься, делайте это, то есть вы в блоке контроле запишите и смотрите еще до запуска экшена можно это делать или нельзя но можно миграции миграции тоже очень классная штука потому что она достаточно давно в мире но очень многие ей используются то есть когда команда начинает работать таким каким-то проектом она говорит зачем она сейчас базы данных мы будем просто править базы данных и все будет работать на данный они продаются потому что если в команде больше чем один человек и есть базы данных вы идете в правильный базы данных вы идете в команде добавим какой-то на каждой мелочной мелочной структуре вы получаете абсолютную ассорт приезжая неактивная ваша причиня на команде потому что если кто-то делает диплом ему приезжают миграции он говорит и он может быть в том что все у него его состояние составляет состояние у кого-то другого кто то же самое делал вы и ванное состояние продаж соответственно администрации есть обобщенные типы полцы которые нужны если не получаются с помощью магнитного регионного программирования вы можете сделать как голос готов так рассматривают возможность ОРМ как запросить на так что у меня не было значит необходимо переехать на так не работает даже если вы пользуетесь заплаты первые три приедет в администрации в администрации для чего комитета в администрации поэтому вроде как это моя так но это большая улот знания для того что вы сможете с этим именем создание но на самом деле есть еще некоторые интересные вопросы а вот как данные финансовые сейчас есть несколько конкурсов мы сделали поддержку но мы пока не только создание данных но работа с формами не потому что если делать не на полность пересвет нужно чтобы не нам так не только что вам окажется да и есть несколько расширений которые ведут но в ближайшее время пока есть задача не могут начнет возможности дополнительной комбинации это еще кроме того что создание они могут быть использованы для наполнения конвертации то есть если планируется какое-то изменение структуры данных для этого нужно закатить данные из одной таблицы какую-то временную потом не нужно придумывать дополнительного скриптов дополнительных раздавать чтобы они выполнили чтобы создать структуры данных и еще можно управлять вам необходимо добавлять себе здоровье добавлять себе пермишены в роли в целом можно делать с помощью мигации создайте в контроле какой-то action напомните ваши мигации удобно сделать сейчас но это самое лучшее отдельно большая тема это тонализация приложений написать на различных приложениях потому что это касается не только тысячи но это и проблема и проблема начинает расти очень быстро когда дело до большого возложения поэтому есть 20 селены которые могут не находиться на начало это дело это дело дело это общение потому что это будет сложнее делать это будет сложнее дело у вас есть какие-то специфические общения можно сделать универсальные слова типа апплетейшн апплетейшневые слова сделать и вот это даже может быть как кучей только очень 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 общение то у вас будет однозначно прослеживаться контекст в котором есть те слова которые могут иметь разное значение например ты можешь просмотр представление и если вы пишете какое-то общее слово что оно неправильно поэтому лучше указать годы явных конфет и получить правильный перевод словарь называется потому что словарь который называется типа окей потом писал у меня человеке написали предложение типа 1 2 3 4 5 6 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 13 забавные получаются сообщения. У Саши Макарова был перестатый файл, типа, Google Play Market, игрушка выбирается, типа, деньги ломать бирюшки. Ну, никому этого не нужно, никто этого думает и не получит. Насчет того, что вы имеете видеть, кто интересует видеть, видеть это такой шапка для использования компонента интернациональной администрации. Соответственно, говорим, как называемый товар, вот это, например, компетейшн. Говорим, типа, байдер, и что байдер, нам нужно сформулировать этот шапок. Передаем в какое-то шапок. После чего, наконец, транспорта интернациональной берет, и самокируем его в техническом, реактивоты. Адмитиры. Ну, вот, на дискаре все провокируются часы, типа, подверг теряется за кутой и развивится статистически, как-то еще. Точно так же с валютами. Числа можно описать прописи, правда, это, кто их как-то не поддерживает, но... Да. Множительная форма — это все, чем многие... Чтобы у вас был человекочитательное сообщение. Здесь N умножительная форма. Если 0, то котов нет. Если 1, то котов нет. Если 1, то котов нет. Если 1, 2, то мангер считается, типа, все, что заканчивается из мучков, 23, 33. View — это кота. Made — это кота. Ну, и дальше получается, что ваше приложение все это сообщение обрабатывает и получает отмышленную награду. Насчет того, что выражение нужно, кстати, правильно. Каждый машинок, который вырабатываете, может быть, дальше перевезен и как-то... Ну, короче, обработан перевозчиком. Может, если вы хотите вырабатывать сообщение, например, у вас поддель и кое-то часов, то если вы напишите на такую штуку, его вы перевезти будут вас влиять. Вы, конечно, с экономики... Да, вы с экономики 2 стола, если вы платите перевозчик, будет перевоз на 2 стола меньше, но стола это не переведет. Поэтому помните о том, что плава склоняется, у них есть потяжение, потребностный способ меняется, формат даты ветераны. Поэтому хорошим моментом можно сказать, например, ваше приложение, это как-то вот так, типа, отмышленный звонок, панды есть незаписленный, last update, и дата автоматирована на то, что иметь приложение как дата в соответствии с выбором пользователей языков. Ну, и мы получим адекватное сообщение. последнее обновление, дата заформатирована на соответствии с языком. Ну, или просто можно перейти в том, что когда вы видите в фонаре last update, ну, давайте как-то перейти на английский, на улице, какую-то ловерить. Сейчас произойдет вопрос, как видишь HTML? HTML, на самом деле, быть довольно просто. Вы просто считаете, что ваш HTML — это просто полотенцов. 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 Поварь. Поварь. Это ссылочка туда-то. А там еще можно открывать перевозы и перевести, и что-то другого. И получить сообщение с новым на цель подписи. Если вы хотите еще возможности больше, делать еще больше возможностей. Это понравилось. Больше проектирования заинтересоваться почитать в докладе Александра Маката, называется . Доклад он очень классный. Очень, очень серьезный поход. Насчет ассетов. Ассетов — это вообще CSS, JS, картинки, 1000, потому что что мы хотим ассетов? А в линейных вещей складывается для того, чтобы включить один файл. Компилировать это все в один файл в целом . То есть, мы имеем вложение включен CSS, JS. Вы не хотите, чтобы юзер выкачивал каждый файл выкладываете в один. Ну, и если умеет делать CSS, я уже говорил, он будет выделен, поэтому у него будет желтый ребят. Композитор будет, скорее всего, на CSS. там, например, они вам будут видно, например, как можно выделять глобальный слогин, ваш, как его композитор записывайте этот босс. Репозитор и после этого композитор приобретит, какой эффект для Power и будет работать. Так что вполне вероятно, что если лучшего варианта не будет, может быть, предметом, пока что самое большое обсуждение на всем личном проекте если вы любите симулировать то у вас будет программирование новости если вы не симулируете его можете продавать и их можно тестировать просто жить и на самом деле можно искать документацию на модели поезд ну и просто на самом деле нельзя говорить про что можно из-за того что в виде легко больше начиняется с того если вы на общую архитектуру вы не знаете чего дальше как работать потому что есть хорошая комиссия на форуме на такого вот есть но если вы будете писать на любом теме и вы будете играть дальше ну у вас будет программирование вы любите массивы любите индекс тысячи на пять тысяч поэтому когда вы приходите какую-то новую технологию нужно понять какие концепции пропортируют эту технологию и расширять свое окружение потому что возможно эта технология окажется что-то поможет что-то новое и лучше ну и в общем среды которые помогут иметь проекты на уголе это согласован из кода как бы он не обязательно может быть он может быть и потом здесь вся история по реформатах по реформатах по реформатах который будет жестко не оставил и потом нарушает не забывайте так потому что вы сейчас помните что вы увидите через два увидите что вы написали еще лучше написать потому что если написали какие-либо вещи то что это отличный способ изучить возможности документации если не дают достаточно хороший каври можно понять как нужно работать читаем проверяем то что мы собираем в комитике пока это заканчиваем заканчиваем в комитике заканчиваем заканчиваем мастер а потом еще заполить собираем проверяем в комитике потому что если нет слова тоже все болит иногда это очень дорого потому что вы хотите запитывать чем это было пожертвовать для того чтобы читать документацию или еще лучше исходники если документация какая-то неоднозначена обычно самое актуальное состояние входа ну и фактируем вы уже знаете как развивается получается все правильно да очень простой вопрос очень простой очень простой вопрос есть есть две вот эти депрайтеры как их составить работать с разными подключениями и понимаю вопрос но экспрессор имеет свои недостаточно и на это есть достаточно весомное основание потому что экспрессор нарушает по объектам потому что экспрессор это и способы сохранения получения данных если у вас такой есть несколько банков несколько банков банков работают одновременно в одном приложении и два данных то можно сказать гидрации есть концепция гидрации моделей модель написывает сугубо данных но она понятия не имеет как откуда эту структуру положить то есть вы имеете модель user у вас есть user repository который умеет сходить в базу данных и создать из этих данных моделей менять данные в базу данных в данных данных в